Прекрасно. Вот, запись пошла. Ну, в общем, для записи всем привет. Сегодня Соня нам расскажет, как учиться в Энсиаде, зачем и почему, и почему, и что после этого делать. Вот так. Соня, расскажи, пожалуйста, с самого начала просто какой-то короткий такой бэкграунд, что было до Энсиада и что планируешь делать сейчас после Энсиада. Окей, конечно, с удовольствием. Во-первых, всем привет, спасибо большое, что присоединились, что вам интересен Энсиад. Надеюсь, многие из вас смогут продолжить здесь учиться, если немножко о себе представиться. Меня зовут София Зельберман, я живу в Финляндии уже очень давно, я родилась в России, в Петербурге, закончила СПБГУ там, уехала учиться в магистратуру в Финляндию. Я осталась там, прожила в Финляндии 12 лет, работала в консалтинге, в International Development Consulting, я не знаю, как это по-русски называется, но мы занимались тем... Я даже не знаю, есть ли такой термин. Занималась тем, что советовали и помогали Всемирному банку, Европейскому банку реконструкции и развития, прочим, международным финансовым институтам делать инвестиции в развивающихся странах. В основном в Центральной Азии, частично в России, тоже в Украине, в Восточной Европе. И это было прекрасно, это было очень интересно, но мне хотелось поменять карьеру, мне хотелось поработать с клиентами не в публичном секторе, слэш банковском, слэш инвестициям, а может быть в консалтинге, который работает с частными клиентами. И поэтому я, собственно говоря, начала задумываться о том, что мне дальше делать с своей жизнью и как мне к этому перейти. И такой маленький дисклеймер, у меня нетрадиционный бэкграунд, то, что называется в MBA среде, у меня бакалавр в филологии и магистр в политике. Поэтому для меня было, да, я то, что называется diversity, здесь представитель в Инсиаде. И я немножко могу рассказать о scholarship по этому поводу, поэтому ребята, у которых нет бизнес-бэкграунда, не переживайте, это ничего страшного, это очень круто. Вот, и, собственно говоря, я подумала, что для того, чтобы попасть и успешно работать дальше в большей частной среде, было бы классно приобрести какое-то бизнес-образование, которое собрало бы знания, которые навыки я получила, собственно говоря, за свою работу в каком-то формализованном формате. И, соответственно, MBA, это просто был какой-то логический выбор. А дальше уже был второй шаг, то есть понять, какую школу я хочу. И я смотрела, честно говоря, на три школы. Я рассматривала Гарвард, AMD и Инсиад. Гарвард я не захотела даже подавать, потому что два года – это очень дорого. Вот чисто такие финансовые соображения. Я между AMD и Инсиадом, я думала так, что, во-первых, Инсиада – лучший бренд. Во-вторых, не без обид ребят, кому нравится AMD и так далее. Но поскольку я не из Инсиады, я все-таки скажу, что я считаю, что у нас лучший бренд. Мы номер один в прошлом году и в предыдущих годах получали от Financial Times. Ну и плюс само направление школы, Инсиад – это школа, которая направлена на консалтинг. Я вышла из консалтинга, мне интересен дальше был стратегий консалтинг. Поэтому это был такой более логичный выбор. AMD тоже классная школа, но они больше направлены на другие какие-то специальности. У них упор на индустрию и так далее. То есть мне это было менее интересно. Соответственно, я приехала в Инсиад, сюда на день открытых дверей. Это было до пандемии. Здесь было очень тепло. Здесь был сентябрь, был большой ресепшн. Все ребята сидели на улице. Здесь был классный бар открыт. Мы до пандемии пили пиво, смеялись. И такая была офигенная атмосфера. И, собственно говоря, это была последняя такая вишенка на тортик. И я поняла, что я хочу здесь учить. Но ты год училась, получается? Из-за пандемии даже меньше. То есть мы должны были начать в августе. Обычно у Инсиада два набора за год. Один, который выпускается, как то, что называется Class of July. Это то, что я, я 21J. То, что мы здесь говорим. Есть второй класс, который начинает в январе, заканчивая в декабре. Они еще делают интерншип на лето. То есть это интересно тем ребятам, которые очень хотят поменять сферу, например. Наш набор не делает интерншип. То есть мы уходим сразу на full-time recruiting. И обычно мы начинаем в августе. Из-за пандемии нам перенесли начало аж на конец сентября. Поэтому у нас получилась такая интенсивная урезанная программа. Нам за один период запихнули из двух месяцев в один месяц. Это был интересный опыт. Но тут еще интересно с точки зрения подачи документов и вообще отбора всяких компаний. Потому что когда один год учишься, времени немного, а тут еще меньше, чем один год. Видимо, пришлось поднапрячься. Но я сейчас про это еще спрошу. Пока мы резюмируем все в самом начале, расскажи, а что дальше будешь делать после Инсиада? Да, у меня с первого периода, он из нашего класса будет в месяц. Это было очень интересное, насыщенное время для всех. Волнительно, тем более, что сейчас все-таки пандемия. И меньше нанимали в какие-то компании, что называется, и был волнительный момент такой. Я буду с вчерашнего дня, я официально приняла offer от McKinsey, поэтому я начну. Очень круто. Поздравляю. Какой офис? Хельсинки. Прикольно. Ну, слушай, там прикольно. Нет, я в Хельсинки не был, но то, что мне рассказывали, я был, значит, в Осло и в Стокгольме. И там ребята рассказывали, что Хельсинки тоже прикольно. Такой не очень большой офис, но вроде такой уютный, все друг друга знают и работать прикольно. Слушай, поздравляю. Круто. То есть Инсиад, он в целом действительно помог тебе. У тебя была цель идти в консалтинг стратегический частный, скажем так, из международного паблик-сектора, и ты как раз в него и прошла. Да, и не только я, на самом деле, у меня много коллег, которые приходили из абсолютно других направлений, занимались просто всем, чем можно придумать на свете, от каких-то ритейла и так далее, до тека, до NGO, и все, кто хотел попасть в консалтинг, но фактически почти все, я так, насколько знаю, получили offer. Прикольно. Ну, про это мы сейчас еще поговорим. Теперь давай вернемся в самое начало и поподробнее пройдемся по истории. Теперь, как мы понимаем, из чего она состоит. Расскажи поподробнее, как ты выбирала между тремя вузами. Нет, три вуза ты объяснила. Почему именно эти три, а не какие-то другие вузы? Мне кажется, там вузов-то очень много разных. Конечно. Это хороший вопрос, потому что я, когда начинала, у меня, в принципе, идея такая была достаточно сумбурная, поступать на MBA. Я не готовилась к этой морально годами. То есть я поняла, что, окей, я хочу поменять на стратегический консалтинг. У меня было, в принципе, около полугода, чтобы понять, куда и как бы поступить. Может, чуть больше, может, где-то год, если я сейчас вспоминаю. Я в свое время начала с того, что я сделала просто такую ассессмент-табличку с критериями, которые мне были важны для того, чтобы для меня лично из MBA школы, то есть для меня было важно как бы рейтинг школы, для меня было важно, где она находится, для меня было важно, на какую именно индустрию направлена школа, потому что у них все равно, они все классные и замечательные, но как бы у каждой школы есть какие-то, скажем, свой network контактов, которые сильнее в той или определенной сфере. И плюс вопрос, конечно, финансирования, вопрос стипендий, которые школа дает. И вот таким образом у меня был сначала a long list из где-то, по-моему, 10 школ, потом я его урезала до трех, и вот у меня остался Harvard, AMD и INSEAD. Как ты делала ресерч? То есть, понятно, критерии ты составила из своего предпочтения всех и просто структурировав то, что для тебя важно. Потом как ты находила информацию? Просто гуглила или есть еще какие-то хинты? Ну, на самом деле, Google лучший друг в консалтинге по жизни, поэтому большинство информации по Google, и что я еще всем очень рекомендую, это если вам, скажем, выбор между какими-то там двумя-тремя школами, я связывалась с выпускниками, мне просто повезло, у меня были знакомые, которые, скажем, меня порекомендовали, сказали, о, я знаю, там у меня здесь человек учился, и они поделились контактами. На самом деле, позже я поняла, что обязательно, не обязательно иметь какие-то контакты, вы можете написать просто на LinkedIn любым выпускникам школы, если это касается интереса, но с вероятностью 99% в 98%, что вам ответят, потому что все alumni, они обычно очень любят свою школу, очень рады поделиться, и плюс вы тогда поймете, как сказать, какой у вас фит, да, то есть в какой-то школе у вас лучший фит, как с компаниями, в какой-то меньший, с какими людьми вам, там, хотелось бы учиться, с какими бы, вы меньше как-то, вот, у вас, как бы, как сказать, вам менее комфортно общаться, и просто через это понять, какая школа лучше подходит. Плюс, если есть возможность, я бы обязательно съездила на день открытых дверей, почти все школы устраивают такие дни, особенно если какая-то школа в Европе, это, мне кажется, уже наша пандемия закончится, это когда-нибудь опять снова будет возможно, но сейчас, с другой стороны, даже легче, сейчас очень много виртуальных таких мероприятий, я сама делала для Инсиада недавно, поэтому это тоже хорошая возможность понять, подходит ли вам школа, мне это очень помогло. Ну вот интересно, по виртуальному ивенту можно ли так понять, потому что вот эти вот особенности культуры, они часто понимаются только в каких-то там куларах, когда послышаешь там разговоры выпускников, или там студентов, и понимаешь, вот те выражения, которые он использует, например, для меня неприемлемы, а вот это говорит, мне нравится, как там человек настроен. То есть такие вещи ведь все равно не услышишь по виртуальному ивенту. Вот мне интересно, что в виртуальном ивенте, на твой взгляд, может показать потенциальному студенту, что да, это моя школа, или нет, это не моя школа. Ну, как сказать, нет, я согласна и не согласна с другой, одновременно, потому что, ну, конечно, все мы понимаем, что Zoom — это не идеально, виртуальные ивенты — это не идеально. Не то, если, не ощущение, если ты лично туда придешь на кампус и увидишь это все и поймешь. Но, с другой стороны, это гораздо дешевле. Не у всех есть возможность объездить там по Европе, съездить в США для того, чтобы просто познакомиться с кампусом. И плюс для меня лично, когда я вспоминаю о своем дне открытых дверей, было две вещи, которые мне запали в душу. У нас первая была речь декана. Он обычно присутствует на дне открытых дверей. И декан, я как сейчас помню, начал с того, что сказал, если, когда вам задают вопрос, откуда вы, и вам тяжело на него ответить, вы спрашиваете у человека, а сколько у вас времени, то вы в правильном месте, потому что инсиат — это очень международная школа, и здесь все отовсюду, все жили в семи странах, и говорят на многих языках, и у всех очень интересный бэкграунд. Я сама, как бы, у меня, получается, финско-русское гражданство, то есть я жила и там, и там. Мне это очень, как бы, в душу запало. Опять же, это не дискарыч людей, которые не жили где-то, и, может быть, не было возможности более международно получить. У нас таких ребят тоже полно. Это просто, скажем, что объединяет, это дух, желание быть в глобальной международной среде, увидеть мир — это скорее такое что-то общее, что можно понять. Это одно было. И второе — у нас была пробная лекция. По-моему, насколько я знаю, почти все школы устраивают такие пробные лекции, для того, чтобы можно было понять, соответственно, каким образом преподаются, как преподаватели. Лекция была в какой-то абсолютно, скажем, такой невдохновляющей теме, что-то вроде корпоративного налогообложения, мне кажется, это по-русски. И я когда это услышала, я думаю, мама дорогая, зачем я сюда попала, я вообще ничего не пойму. И преподаватель был молодая очень женщина, настолько энгейджинг, настолько вдохновляющий, и о такой сухой теме рассказывала с таким интересом. И было понятно всем, даже людям, которые не пришли из этой сферы. И для меня это был большой показатель того, каким будет уровень образования, то есть какими будут лекции в Инсиаде. Окей. Ну, короче, вот эти две вещи, которые ты назвала, выступление декана и лекция, вот этой девушки, на самом деле прекрасно транслируется и в Зуме, и здесь потери качества в принципе-то никакой нет. То есть судить о своем фите для школы и школы для тебя можно даже по Зум-встречам со школой. Окей. Принято. Окей, значит, ты определилась, что хочешь учиться в Инсиаде. Когда это было, кстати? Ох, я определилась, что хочу учиться в Инсиаде в прошлом году. То есть получается, это не прошлый год, а академический прошлый. Прошлый был 2020. 19. Это было 19, да. Это был день открытых дверей. Вот после этого я поняла, что я хочу учиться в Инсиаде. Окей. Что потом происходило? Как ты готовилась, как ты документы подавала? Ох, но потом происходило то, что происходит со всеми, кто хочет поступать в бизнес-школу. То есть это король всех кошмаров джемат. И подготовка к джемату заняла, наверное, большую часть моего времени. Я начала готовиться, если я вот сейчас не буду врать, но где-то, наверное, в ноябре 2019 года. И в результате джемат, который мне устроил, я получила в августе. В августе 2020. Расскажи, пожалуйста, если можешь, какой у тебя был стартовый джемат, на какой ты целилась, и сколько раз ты джемат сдавала, чтобы получить нужный тебе балл? Ой, какой стартовый джемат, я даже не подскажу, я просто не помню, честно говоря. Но, скажем, ничего не было из ряда вон выходящего ни в хорошую, ни в плохую сторону. Вот это я точно помню. Ну, типа 680 примерно, 650-680. Стартовый? Да. 680? Я просто не знаю, что там ни хорошее, ни плохое. Нет, 680 можно уже в инсиад, в принципе, поступать. А, окей. Я, значит, неправильно оцениваю. Я плохо знаю баллы. Окей. Ну, значит, у тебя было что-то типа 600, наверное, да? Средний. Что средний вообще? Я вот не помню. Ну, наверное, где-то около 500 было. Я не знаю, 150. Может, первый, который я делаю, который ты бейслайн делаешь. Хорошо, да. Там не было 100, но не было тоже такое уже выше 600. Я не помню. Ну, где-то в этом районе. Да, хорошо. Сколько раз потом сдавала еще, чтобы прийти к нужному баллу? Я сдавала 3 или 4 раза джимат. Я уже не помню, сколько точно. Но я помню, что первый джимат, который я сдавала официально, не при подготовке. То есть при подготовке у меня были хорошие скоры. Они все были выше 700, там 750, 720. Но при этом, когда я пошла… О, ни пига себе. Мягко скажу, хороший скор. Когда ты приходишь в сам зал и сдаешь это вживую, то он почему-то превратился сразу в 620. И это было накануне закрытия подачи на предыдущий поток. То есть я должна была быть 20D, я первый раз подавалась. Было очень печально, но у меня было 5 дней до закрытия подачи, поэтому я решила первый раз податься с таким грустным скором по какой-то непонятной мне причине. Но, в принципе, окей, так произошло. Закончилось это тем, чем оно, в принципе, должно было закончиться. Школа сказала, что все хорошо, спасибо большое. Но джимат… им понравилась моя аппликейшн, им понравился мой эссе, мой CV. Но джимата не было достаточно. Соответственно, они меня попросили пересдать. Когда это было? То есть в каком моменте у тебя уже было все готово, кроме джимата? У меня было все готово в мае. Получается, это мае 2020 года. По-моему, закрывался последний четвертый раунд. В инсиаде четыре раунда подачи. Они как бы волнами это делают. В первых трех ты попадаешь на scholarship, в четвертой тебе нет возможности scholarship. То есть это был четвертый раунд. 20D. И у меня были готовы все документы, все эссе. В инсиаде очень много эссе. Здесь большой упор именно на фид-часть. И только вот у меня не хватало джимата. Он был фактически запланирован перед дедлайном. Тоже очень было сложно найти даты, как-то я сейчас помню. И, соответственно говоря, поэтому я решила, окей, файн. Ну, в конце концов, самое страшное, мне откажут. Мне не отказали, но мне попросили пересдать джимату. Это у тебя было 620 в мае, и тебе сказали, все окей, кроме джимата, правильно? Да. Окей. И ты сдала следующий раз в августе, и их уже устроила? Следующий раз я, по-моему, сдала в июне. Я попробовала еще раз. Я не помню, делала ли я между июнем и августом, но точно помню, я сдавала джимат в августе. Я получила 690. Я подумала, окей, я пытаюсь сдать еще раз, потому что я все равно шла уже на следующий поток. То есть у меня было целое лето между моими applications. Сдала еще раз, у меня получился чуть-чуть хуже score, и я поэтому взяла свой предыдущий и сдавала с ним. Ну, то есть 690 им уже хватило. Если им нравится profile, то 690 дальше не нужно особо мучиться, на самом деле. Я бы, на самом деле, даже сейчас, в ретроспекте, как бы не мучилась даже с 690. То есть, мне кажется, сейчас, если мы говорим об NCI, я не говорю об американских школах, я просто не знаю. Но из того, что я слышала, я думаю, что даже там, скажем, это немножко переоценено весь упор, который идет на джимат. То есть, если вы приезжаете из страны, где очень много таких high performers, как Индия, да, в Индии там подается, я не знаю, просто 10 тысяч офигенных людей, очень умных, все выиграли олимпиады по математике, и у всех там джимат, соответственно, 750, то, конечно, да, там уже вас начинают вот так вот сравнивать. Но если у вас как бы более-менее интересный профайл, и насколько я знаю, из России не так много людей едут. У меня на курсе людей из России конкретно два, то есть, из всего нашего потока. Это очень мало. То есть, для сравнения немцев у нас, я не знаю, 8 человек. Есть одна, и еще одна моя коллега, она из Украины. То есть, это достаточно редкий для инсиада профайл. Я не думаю, что стоит особенно убиваться, если из-за джимата там и пытаться добиться 750. То есть, честно говоря, при рекрутинге даже могут потом возникнуть вопросы, какие у вас social skills, если вы всю жизнь только сидели и, ну, как бы занимались джиматом. Это интересно. Я потому что слышал мнение как раз, вот да, то, что ты говоришь про индусов, индийцев, что у них большая конкуренция, они круто сдают джимат. И то же самое я слышал про русскоговорящих людей, что их, ну, не столько, сколько индийцев подается, но у них обычно высокий джимат. Типа там часто, вот особенно в американские школы, 720 прям минимум, а все остальное выше. И поэтому как раз образуется конкуренция. То есть, между Восточной Европой конкуренция прям сильная. Американцы так не сдают джимат. Им там 700 и уже окей. А вот типа, если ты из России, ты должен нафиг выдать крутой, потому что просто другие русские крутой джимат выдают обычно. А про social skills не знаю, ну, видимо, да. Но кажется, про social skills обычно больше придираются к каким-нибудь китайцам в Уортоне, где там действительно про это был вопрос, типа, а что они еще могут прям как считать. Ну, на самом деле, тоже могут. Но, собственно, это уже тема другого разговора. Окей, значит, 690 в Инсиаде хватает. В общем, наверное, если ты еще расскажешь пару типс, как ты готовился, на что обращать внимание, чтобы прокачать свой джимат с 620 до 690, это достаточно большой скачок, то мы тему джимата закроем уже и пойдем к следующим вещам. Расскажи, как готовиться. Конечно, с удовольствием. Такой дисклеймер сразу. Я учусь в России тоже в школе, в физматической гимназии с уклоном на тематику, программирование 9 лет. Это не то, чтобы у меня как бы филология в жизни была. То есть при этом, как бы, джимат – это тест специфический, он не всем дается. То есть у меня здесь есть коллеги, которые гений в математике, и при этом им именно клон давался тяжело. То есть здесь надо понимать, что это экзамен определенного типа и готовиться к нему как к спортивному соревнованию. И здесь важный момент. Я бы фокусировалась на качестве, а не на количестве в плане подготовки. То есть моя первая ошибка изначально была провести 6 месяцев, пытаясь как бы как-то бездумно просто за счет количества прорешенных задач поднять свой уровень. На самом деле это все фигня, так не делайте. Гораздо лучше выделить себе где-то 30 минут на подготовку каждый день. Это вполне достаточно. Если вы вдумчиво потом проработаете свои ошибки. Если кому-то интересно поступать в консалтинг, абсолютно тот же принцип. Не количеством, а качеством. Это гораздо более большой эффект окажет на ваш скор, на ваше понимание. И второй, наверное, такой тип, это не бояться шорткатов. Я не знаю почему, но я общалась с ребятами, которые учились из постсоветского пространства. И у нас какой-то есть такой блок. Вот нам дали задачу. Ее надо обязательно решить до конца. Потому что, не дай бог, если ты ее не решишь, ее надо решить правильно. Разложить на формулу и, соответственно, шаг за шагом упорно идти к ответу. Для меня это было самой большой проблемой, потому что джима такая штука. Здесь важен ballpark, важно ваше понимание, как срезать углы и примерно дать какой-то ответ. Поэтому не обязательно всю эту математику сзади раскладывать как алгоритму. И в моем опыте и в опыте ребят из постсоветского пространства мы в разговорах пришли к выводу, что я не знаю, видимо из-за того, что у нас такая школа математики, это очень было тяжело именно в джимате. То есть не бояться шорткатов. Их миллион в интернете, в джимат-клаб, там если какие-то подготовочные курсы есть. То есть просто как бы срезайте углы, ищите какие-то нестандартные подходы к решению задач, не себя загоняйте джиматом, то есть лучше делать меньше, но более качественно и делать дебриф на свои ошибки. То есть после каждого решения задачи делать дебриф и, может быть, перерешать ее, но правильно. Тогда это лучше откладывается. Плюс вербал часть очень сильно вытягивает скор. У меня был очень высокий вербал скор, поэтому, собственно говоря, математика не так особенно меня волновала. Окей, я думаю, что вполне исчерпывающе. У меня впечатление такое же было. Джимат такой американский тест, который для многих ребят, кто в русской математической школе учился, выглядит занудным, где тебе просто нужно взять чиселку и подставить, и уже достаточно. А ты хочешь вывести формулу красивую такую, которая работает потом еще в 150-100 подобных задач. А нет, там нужно просто чиселку подставить, как любят американцы, и как бы вот уже все. Но помнить стоит, что тест американский, и нужно играть по их законам. Российский тест, видимо, был бы, где нужно писать доказательства от руки в свободной форме, еще я там ничего не забывал. Да, это было бы красиво, но такой фиг проверишь, и к нему было бы совсем по-другому готовиться. А Джимат действительно подставил число, пошел дальше и, в общем, забил. Супер. Мне кажется, с Джиматом все понятно. Если только от кого-нибудь вопросы не прилетят. Кстати, если у кого-то есть вопросы, напишите их в чатике. Вот этот чатик внизу есть. Я периодически буду поглядывать туда и вопросы, соответственно, Соне передавать. А мы пока пойдем дальше. Джимат таким образом закроем и поговорим про эссе. Расскажи, как их ты писала. Если вас интересует конкретно НСИАД, я бы на самом деле вместо Джимата очень большое внимание уделяла эссе, потому что НСИАД рассматривает, они подбирают, как называется, персоналитис, личности. Им неинтересны одни академические ваши успехи или одни Джимат. Как они понимают о том, какой вы человек через эссе. То есть, соответственно, там есть очень много таких буквально даже личных вопросов. Я, насколько помню, в моем аппликейшн было около 4 или 5-5 эссе на все разные темы. Если интересно, я без камеры могу аппликейшн достать. Давай это оставим на потом, если такие вопросы посыпятся. Кто-то захочет посмотреть, мы запись выключим и покажем. Пока интересно обсудить просто общий подход, скажем так. И как ты поняла свою персоналити и, так сказать, упаковала ее там в 4-5 эссе? Кажется, это непросто сделать. Да, эссе – это такое дело, это вопрос навыка. Я бы советовала… Во-первых, все эти вопросы эссе обычно есть, хотя бы примерные, на Джимат Клабе. Там есть свои фреды по каждому университету, и можно их посмотреть заранее, либо зарегистрироваться, начать делать аппликейшн. Его обычно можно сохранить, соответственно, ты будешь видеть эти вопросы. Очень просто. Выписываешь все вопросы, начинаешь думать с того, что от тебя хотят. В эссе главное – ответить на вопрос. То есть, если вас спрашивают, какие ваши три самые сильные стороны, и какая ваша одна плохая сторона… Называй их, а не растекайся мыслью под реву. Конкретно. И желательно с примерами. То есть, примеры могут быть абсолютно не из рабочей сферы. И даже, я бы сказала, примеры не из рабочей сферы приветствуются больше, чем примеры из рабочей сферы, потому что они обычно какие-то очень личные, через них очень хорошо видно, какой человек. И, соответственно, комиссия сама, которая оценивает, они очень любят такие примеры. Я писала там про какие-то очень личные вещи из своей жизни, своей истории, что на тебя повлияло. То есть, на профессиональной топике у меня было только два эссе, которые конкретно меня спрашивали, расскажите о своих профессиональных достижениях. То есть, здесь надо просто как-то не бояться покопаться у себя в душе, во-первых, и подумать о каких-то историях, которые именно для вас будут важны. То есть, это не обязательно должна быть история, я выиграл Олимпиаду, я не знаю, там, в каком-то плавании и так далее. То есть, здесь и такие люди есть, на самом деле, но главное, чтобы это было очень искренне, чтобы вы, как бы, ваши, там, например, черта характера или ваши достижения, оно было показано. Это по, как бы, вдохновению. Вторая часть – это уже формальная часть. То есть, как писать эссе. Я не знаю, учат сейчас в российских университетах или нет, как писать эссе, но я сама, когда приехала в Финляндию, мне было... Учат, но учат неправильно. Окей. Как это делала я давным-давно. Я просто... Сейчас есть такие книжки, миллионы, как писать эссе американские, там очень красиво показывается с примерами. Я в свое время просто прочитала такую книжку и тренировалась. И, соответственно, на... У меня навык эссе был достаточно хороший, поэтому у меня ушло где-то, может быть, неделю это написать. Но если вам это непривычно, я бы взяла как можно больше времени, чтобы у вас была возможность переписывать, перечитывать, отдать всем друзьям, почитать, чтобы они все сделали комментарии. Может быть, у вас есть ментор на работе, с которым вы доверяете им отдать, потому что друзья тоже, они как бы могут быть... С одной стороны, комментарии, может быть, человек, который вас меньше знает, с другой стороны, комментарии может дать. И я делала... Что? Я отдавала в один сервис, чтобы мне сделали финальную вычетку на эти спикеры. Думаешь, насколько тебе кажется вообще важно, чтобы язык был такой, как у нейтив спикера? Ведь ты же не заявляешь себя как нейтив спикер. Я не думаю, что это очень важно. Я делала это по одной простой причине, потому что я эссе писала за неделю до дедлайна, у меня просто не было времени учитывать, плюс еще работа. И для меня было даже скорее полезно, чтобы вы посмотрели на структуру мысли, чтобы как бы они... Когда ты пишешь что-то, если ты это делаешь в попыхах... И тогда, возможно, вам услуги кого-то не понадобятся вообще. Но это как бы эссе должно быть логичное, но там должна быть какая-то мысль и должно быть какой-то key learning, то есть что вы из этого случая получили, что вы как бы... Какие основные выводы вы сделали? И это должно все четко связано в одной истории. Я не думаю, что критично нанимать кого-то, но если вы в такой же ситуации, как я, и у вас нет времени, то, возможно, лучше, чтобы кто-то вычитал. Да, ну, я от себя скажу, что очень вообще полезно нанимать кого-то, кто может прочитать внимательно и дать честный фидбэк. То есть, конечно, это могут сделать друзья и желательно у друзей это попросить, но у друзей часто времени не хватает, а там нужен именно такой подробный, внимательный фидбэк. Нужно, чтобы кто-то сел с тобой, я не знаю, как психотерапевт проработал с тобой какую-то проблему, а это проработал вопрос, как ты видишь себя и как ты себя позиционируешь для этого, для этих эссе. И вот такой человек очень может здорово помочь. Мне, во всяком случае, здорово помогал, я поэтому всем рекомендую обратиться к кому-то. Это как реально к психиатру сходить. Вот люди ходят, к психиатру, это действительно хорошая идея. Вот психиатр для бизнес-школы тоже здорово помогает. Ну, а ты обращалась ли к друзьям, чтобы тебе прокомментировали, там, как эссе подправить, там, что еще, видят ли они тебя в этих эссе или не видят, вот эти стандартные вопросы все. Если честно говоря, я не обращалась к друзьям, просто потому, что я достаточно, мне эссе легко давали всегда, но я обращалась к друзьям на моменте до того, как я начала писать эссе, потому что у тебя есть только одна возможность показать свои лучшие качества и худшие качества. Я разговариваю с друзьями, со своими коллегами, я спрашиваю их, например, а что ты думаешь, какие вот у меня три самые сильные стороны, какие у меня там слабые стороны. Я собирала такой фидбэк для того, чтобы подумать... 360 фидбэк такой, да, как консалтинг. Да-да-да. Окей, кажется, что с эссе все понятно. Если у кого-то есть вопросы по эссе, напишите в чатике, пожалуйста. У меня пока такой вопрос. Есть ли еще что-то из поступления важное и интересное, с чем бы ты столкнулась и о чем бы ты хотела рассказать сейчас? В процессе поступления. Да, в процессе поступления. Было ли еще что-то такое важное? Я... Дайте подумать. Ну, вот для меня самым большим инсайтом был, что джимат на самом деле не так уж он и важен, как о нем молюют. Если ты как бы у тебя хайджин-левел пройден, да, какой-то определенный как бы минимум, конечно, лучше постараться там сделать как можно настолько хорошо, насколько у вас получается, но там убиваться, если вы получили 680, а не получили 720, не стоит. И второе – это в инсиаде, во всяком случае, очень важное интервью. Здесь они... Фидбэк с интервью, он идет как настолько же важная часть аппликейшена вашего, как и другие интервью. Поэтому все интервьюеры всегда alumni, они всегда очень как бы тщательно оценивают ваше... Насколько вы именно подходите в комьюнити, насколько ваши values, ваши ценности, ваша позиция по жизни соответствует тому, чего верят в инсиад. А если вам интересен инсиад, это очень международная школа, здесь все всем помогают. Это место, где ты можешь написать любой вопрос, тебе ответит кто-то незнакомый через 3 секунды. И вы должны быть готовы делать то же самое. То есть они будут на это смотреть. Насколько вы открытые, насколько вы дружелюбные, насколько вы будете помогать. Поэтому здесь нет такого как бы elbow pushing, как в, скажем, индивидуализма, как в американских школах. Не знаю, американские школы наоборот про себя то же самое рассказывают. Как они друг другу помогают, какие там все друзья. Поэтому не знаю, тяжело понять, где же он есть. Но, видимо, где-то он все-таки есть, раз про него говорят. Расскажи про интервью, пожалуйста. Что там было, как ты к ним готовилась? Интервью. Все было очень стандартно. То есть вопросы можно найти. А, вот еще такой момент. Она себя делает видеоинтервью первое, которое ты подаешь вместе с своим аппликейшеном. Вот это был не очень приятный процесс, потому что у тебя есть 30 секунд с таймером на какой-то рандомный вопрос, дать ответ. и, по-моему, у тебя 2 или 3 попытки это пересдать. Я была уверена, что это не прошло хорошо, но я не знаю, насколько они на это смотрят, но просто быть готовыми, что, скорее всего, которые personal fit, консалтинг или любые другие, плюс стандартные 3 вопроса это 100% все спрашивают. А дальше может идти по-разному. У меня был абсолютно разный подход. Один интервьюер прошелся по стандартным вопросам и такой, окей, все понятно, я как бы тебя порекомендую. А вторая интервьюер у меня была по Zoom еще в те времена, потому что мне не нашли интервьюера с того же места, и она задавала вопросы абсолютно нестандартные. То есть я прям помню в районе того, какая твоя любимая еда, а вот ты родилась в России, почему ты больше всего скучаешь. И как бы у нее был такой формат нестандартный. Интересно, она сама придумывала эти вопросы, или у них все-таки есть какой-то лонглист того, что можно поспрашивать, и что из этого, какие выводы сделать? Насколько я знаю, у них нет лонглиста, но у них есть такой assessment list, у тебя есть какие-то dimensions, которые им надо там поставить в свой угол. Она меня сразу предупредила, что ей просто интересно спрашивать это у людей. Она таким образом. Наверное, другие интервьюеры смотрят также эти вопросы и также вас потом будут их спрашивать. Понятно. Ну, то есть готовится просто рассказать о себе, но что угодно могут спросить. Ну, по сути, да. Я бы просто готовилась, брала стандартные вопросы, которые задают в консалтинге на Personal Feed, те же самые задают на MBA. Tell me about a time when you had to deal with a difficult colleague. Это все стандартные вопросы. У меня было впечатление, что в Стэнфорде как раз набор вопросов был более хитрый, чем при отборе в McKinsey. В McKinsey обычно там расскажи про лидерство, расскажи про какой-нибудь personal impact, расскажи еще что-то. А вот в Стэнфорде меня реально спрашивали, а расскажи, как ты, ситуацию, когда ты проявил креативное мышление, что для тебя креативное мышление. Потом расскажи, вот про сложного коллегу, там было такое, что ты с этим делал. Потом еще какой-то такой заковыристый вопрос. И если бы я заранее не прописал список из где-то 20 вопросов хитрых, из них я уже потом собирал ответы, то я бы пострадал на интервью, я бы не знал, что говорить, я бы так быстро не придумал. То есть у меня впечатление было, что Стэнфордское интервью было более хитрое с точки зрения набора вопросов, чем McKinsey. Но вот про Инсиад у тебя нет такого впечатления. То есть в принципе Инсиад интервью похоже на фит в McKinsey, правильно? Очень похоже. Более того, сейчас McKinsey тоже спрашивают, расскажи about your time you have to be creative. Поэтому я бы сказала, что очень похоже. Главное, скажем, вот что 100% надо знать на зубок, это почему вы хотите именно в Инсиад, почему вам надо MBA вообще и почему именно сейчас. То есть интервьюер должен быть уверен в том, что вам это действительно надо, вам надо сюда. И вот это прям как бы 100 из 100 надо знать. Ну и остальные истории, конечно, тоже хорошо иметь. Вот расскажи, пожалуйста, буквально, я не знаю, буллетами, что ты сама бы здесь сказала? Почему Инсиад, почему Now и почему ты? Я не знаю, чисто буллетами, то есть там не длинная какая-то история. Раз, два, три. Вот это переключение. Инсиад, я говорила, что у меня есть три причины. Причина номер один это международность, то, что Инсиад это как boiling pot всех национальностей и у меня самый международный background. Второе это академический состав. Я была на этой онлайн-лекции, соответственно, меня это все так впечатлило. И третье, это было как бы то, что называется cultural fit, то есть культура Инсиада, где все друзья, где у всех можно попросить помощи. И это очень видно, на самом деле, когда ты общаешься с alumni один на один, они все, у них горят глаза, когда они говорят об Инсиаде. Я не видела это у других выпускников других MBA-школ. Или мне так не попадалось. окей. А почему now? Почему now? Я говорила то же самое, что я вам рассказала в начале, что у меня была прекрасная карьера в international development, но это очень ниш как бы сектор, индустрия, и я не вижу дальше роста в этой конкретной ниш индустрии. Соответственно, мне интересно попробовать другие индустрии в частном бизнесе, поэтому MBA является такой палочковой рычалочкой, таким мостиком, который поможет мне это достичь. И почему ты? Почему я? Здесь, соответственно, тоже было три причины. Во-первых, мой международный бэкграунд, во-вторых, мой нетрадиционный бэкграунд, и в-третьих, мое желание как бы give back. То есть как бы когда ты тоже, у тебя есть обычно, когда в в Институт аппликейшн идешь, они спрашивают тебя, какой твой план, и как бы ты, как ты будешь отдавать комьюнити. А как ты рассказала, что будешь отдавать комьюнити, какие у тебя были планы? На самом деле у меня такой всегда был passion project сделать менторский, как бы, как сказать по-русски сеть менторскую, какую-то комьюнити менторскую, которую, где бы встречались лидеры бизнеса и молодые женщины на постсоветском пространстве, потому что я очень много работала в Центральной Азии, я очень много работала в России, в Украине тоже, но в основном в Центральной Азии, и я видела просто какой там пул таланта огромный, женского, и многие из них даже не задумываются о том, чтобы делать карьеру, чтобы скажем, подаваться на какие-то амбициозные позиции, просто потому что так сложилось, нет недостаточно ролевых моделей среди женщин, и мне бы хотелось в будущем как бы это исправить, и может быть сделать какой-то нетворк, где такие женщины могли бы у девушки получить возможность там, я не знаю, 30 минут зума раз в месяц, где какой-то карьер коучинг, мне кажется, это было бы очень классно, это о том, о чем я им говорила. Супер, это такой, получается, female leadership club международным. Да. Прикольно. Окей, я думаю, что теперь с отбором все более-менее понятно, как GMAT сдавала, как эссе писала, как подготовилась к интервью, кажется, все, или что-то еще забыли из отбора? Нет, я думаю, что все, application, два интервью и решение. Расскажи про scholarships. Ты говорила как раз, что там есть непочатый край с точки зрения diversity, вот что там есть? У INSEAD не такой большой endowment фанд, как у Гарварда, естественно, но у нас есть достаточно большой фанд и очень-очень много различных scholarships. Обычно INSEAD не дает больше 20 тысяч, я слышала, что в этом году они давали больше 20 тысяч. Тысяча евро? Да, евро. А сколько всего стоит обучение? Если ты не спонсор, то 87 тысяч. Если ты спонсор, я не знаю, я не жалю. 87 тысяч евро это обучение и плюс еще жилье на типа тысяч. Да, да, плюс еще жилье. Соответственно, как бы получается, ты можешь там около 20-30 тысяч получить в scholarships, насколько сейчас. Их очень-очень много. Я видела, что есть scholarships несколько для российских студентов, есть для постсоветского пространства выходцев, то есть такие, которые именно дают деньги людям с определенными профайлами, плюс к этому есть там academic excellence, diversity, всех возможных масштабов и так далее. И плюс к этому есть какие-то личные фанды, которые просто alumni, скажем, которые были успешны в жизни, основали возможностей кучи. Я даже через все не проходила. Я подавала на две, на три. Я подавала на, как называется, специально для женщин, Forte Fellows, по-моему, как-то так. мне Forte не дали, мне дали стипендию для финских граждан и для diversity. У них есть специальная стипендия INSEAD Diversity называется. А diversity там по какому признаку? Гражданство пол или что-то более такое широкое, типа профессия, образование? Нет, абсолютно нет. Сто процентов в INSEADе diversity понятие гораздо более широкое, то есть это может быть интересный бэкграунд, может быть там первый год, как называется, первый в поколении семьи поступил в университет, может быть какая-то интересная работа у вас есть, волонтерская, помимо вашей основной работы, то есть что угодно в широком смысле. Diversity широкая такая штука. Хорошо, а где такие вот эти все стипендии искать? Есть какой-то общий портал, где стипендии перечисленные, можно про них читать или нужно гуглить и каждую искать где-то в разных кусочках интернета? Очень просто, на в INSEADе есть на сайте отдел со стипендиями, насколько я помню, когда вас пригласили на интервью, после этого вы подаете на стипендию, или может быть после интервью, я, честно говоря, уже не помню деталей, но, в общем, вам скажут, когда можно. И там портал со стипендиями есть, легко их будете найти? Там портал со стипендиями, они все, почитать про них можно уже сейчас, когда придет время, через вашу систему аппликейшн на них можно подать. Окей. Так, ну все, тогда с поступлением вроде как разобрались. Опять же, если у кого-то вопросы есть, пишите сбоку в чатике, я вижу, там есть вопрос от Павла про отбор в Макинзе, ну, конечно, какой же еще может быть вопрос, но мы до него дойдем еще, мы до него дойдем, сейчас, собственно, уже близко. Вот начинается учеба в INSEADе, расскажи про нее. Окей, в INSEADе у нас есть пять периодов, соответственно, каждый период обычно два месяца, у нас один получился интенсив-курсом, и первые два периода это такие основы, соответственно, основы бизнеса, у вас там экономика, статистика, маркетинг, даже не знаю как это в русский, организационное поведение, такой типа психологии для менеджмента, все базовые среди есть свои, как это делается, я не знаю, как это в других университетах, но у нас вас сажают в группы с первого дня, вас определяют в группы по пять человек, стараются распределять, чтобы у вас были максимально разные бэкграунды, здесь и откуда, чем вы занимались, чтобы не было так три инженера из Индии и два немецких консультанта, там будут вообще все, всех абсолютно разные, это делается специально, чтобы вы научились работать именно в как бы в таких diverse teams, internationally, culturally background и так далее, и вы в этой группе будете учиться два периода, у вас все занятия, все задания не индивидуальные, все занятия групповые, как вы эти будете решать, это ваши проблемы, как говорится, как решайте, как хотите, кто-то там распределяет, каждый делает какое-то задание, кто-то делает все вместе, то есть это такая симуляция, скажем, вашей совместной работы, вот вы с вашей стадой группой, что называется, будете жить с утра до вечера и получать оценки все будете вместе, то есть у вас будет одна общая оценка, отдельная оценка только за экзамен, оценки тоже в Инсиаде не разглашаются, но у нас там тоже, что может быть интересно, в отличие от российской системы, здесь нет как бы 1, 2, 3, 4, 5, здесь даются баллы на z-curve, то есть кто статистику учил, это здесь берется как бы все оценки, дальше делается общее среднее и дальше оно распределяется, у вас должно быть не более двух standard deviations от мин. Если больше, тогда, то есть, соответственно, чем, если у вас есть кто-то очень-очень умный, вам, скорее всего, сложнее будет дать экзамен. то есть, в принципе, как говорится, тихая украинская ночь, но сало надо перепрятать, то есть, в принципе, все это друзья, конечно, но bell curve догонит потом желающих, и пятерки там у каждого не будет, придется таки поднажать. Нет, но это важно только для динзлист, это только тем, кому это прям, а для остальных это вообще не важно. Ну, то есть, в принципе, можно на учебу при желании забить и учиться там, ну, грубо говоря, на тройке как-то закрывая, учитывая, что там еще ты в группе тянешь, это, как называется, не помню, как по-русски, но не важно, в общем, вместе вы работаете над проектом, и не то, что тебе одному все надо делать, и можно вполне себе не так сильно париться. Ну, здесь такой workload, что все равно придется париться, особенно с группой, но, скажем так, опять же, если вы не хотите на динзлист, то прям с утра до вечера сидеть за книжками, зачем оно надо? Здесь есть, когда все поступают, говорят, что в инсиаде можно выбрать из трех только две вещи, то есть три вещи это сон, учеба и социальная жизнь. Вот вам придется выбрать две. Не советую не выбирать сон. Лучше отказаться от чего-то другого. Окей, а вот динзлист, в итоге, вот зачем нужно на него попадать? Что он даст? Ну, кроме такого морального удовлетворения, мало что дает. По-моему, с динзлиста выбирают того, кто будет делать спич, как называется valedictorian. Честно говоря, ну, как бы те все одноклассники скажут, молодец. я не думаю, что это очень дай списать. Не-не, здесь такое не практикуется, но, не знаю, при работе, мне кажется, это вообще не помогает. Я как бы видела разные истории. Ну, может, для вашего морального удовлетворения. Для перфекционистов пить его. Да. Вообще, странно, что списывать не разрешает в инсиаде. Казалось бы, групповая работа, вот она, идеальный вариант. Все друг друга поддерживают, все друзья. Я не знаю, как можно учиться и не списывать. Я, наоборот, я обычно давал всем списывать, потому что я ботан, но мне тяжело представить учебу, где никто не списывает. Ну, окей, я учился там в Америке, там никто не списывал, и это мне казалось диким. Я думал, инсиад, вот он, наконец, тот самый универ, где русскому раздолье. Пришел, все друзья, все друг другу помогают и все потом пятерочки свои закрывают. А нет, все-таки нет, оказалось. Ну, не, на групповые работы, конечно, это другая, как бы, категория. Здесь, как бы, тебя ждут, что ты будешь работать в группе, но если это индивидуальный экзамен в конце, то там, что-то сделать. по западной традиции, скажем так, не как у нас принято, там сдувать пошел. Окей, расскажи, пожалуйста, про учебу вроде бы понятно, такая напряженная, но вот ты назвала сон, социальная жизнь и учеба, а тут напрашивается еще этот большой пункт, это хайринг, ну, или рекрутинг, получается, устройство на работу, вот, а он-то куда попадает? Он, кажется, четвертый бакет не меньше, чем все остальные. Его не надо выбирать, он у вас сам выберет. А, то есть, от него нельзя отказаться, скажем так. Нет. От трех можно отказаться, а от второй критинга нельзя. Нет, здесь два, два, как бы, таких фактора. Один – это ФОМО, потому что волна консалтинга закрывает даже людей, которых есть свой стартап, она настигнет всех, всех случаев инсиаде, которая большая консалтинговая школа, самая большая в Европе по количеству хайерс. Ну, и плюс столько возможностей дается касательно карьеры, что все, даже ребята, которые спонсор, они в какой-то момент задумываются, они сделают ли мне пару интервью. Понятно. Когда начинается процесс рекрутинг, из чего он состоит, там, не знаю, приезжают компании на кампус, рассказывают что-то, устраивает интервью, мог интервью, еще что-то. Как это все происходит? Начинается еще до того, как началась ваша учеба, потому что вы начинаете с того, что еще за месяц до того, как придете в инсиад, вас заставят сделать такие 360 градусов ассессменты с ваших нынешних коллег, которые сами работают, это будет ваш первый шаг. То есть, такие психологические ассессменты, у вас начинается работа с career coach, вы начинаете готовить свое CV и cover letters, это все начинается до инсиады, и начинаете думать о том, чем вы хотите заниматься, когда вырастите. То есть, здесь есть два направления, один это career coach, он более такой формализированный, формализированно вас готовит, то есть, резюме, cover letter и так далее, там есть группы по резюме и так далее, а есть еще другой, это называется personal leadership development coach, это скорее ваш ментор слэш психолог, который будет учить быть лидером, с ним можно поговорить о чем угодно, и о персональном, и о групповом, то есть, это такое более как бы shape us as a leader, чем карьерные, но они как бы часто переплетаются. Вот, значит, это все происходит в начале, потом активно в первые два периода, и потом у нас начинается третий, четвертый, пятый период, четвертый период это период рекрутинга, третий период начинается elective, третий период это когда люди начинают готовиться к консалтинг, и там уже кейс интервью, кейс... Это в феврале, получается? У нас это было в третий период январь, февраль. А вот тут спрашивает Магомед, насколько активно хантят выпускников инвестбанки и private equity фонды. Есть ли они в Энсиаде? Да, investment banking начинает рекрутмент с самым первым, когда только-только с первого дня Энсиада, и у них есть трек две недели, я про него ничего не знаю, я его не делала. Я знаю, что, как бы, с первых рук не смогу рассказать, но это такой интенсивный две недели период, они об обычные годы до короны, я знаю, что они ездили в Лондон, в Гонконг и так далее, и ходили от компании в компанию, что было очень круто. Сейчас это было, естественно, виртуально, но как бы все знали, на что мы шли. Да, у меня есть знакомые, которые хотели работать в банки, они получили инвестбанцию в работу. Private equity, но везде, private equity пробиться из любой бизнес-школы тяжело, это очень такой элитный клаб. у меня тоже есть одноклассники, которые пробились в практике, но здесь надо понять, что это будет очень сложно. Private equity не любят хайрить MBA-чуваков, вот так, интернет возвращается, а вот вернулся, потому что они любят хайрить молодых ребят, которые только закончили универну, до этого у них было 2-3 стажировки в инвестбанке, потому что умеют они примерно то же самое, там какое-то умение коммуникации и все прочее, которое есть у выпускников MBA, это в private equity фонде на старте не особо нужно, а платить дополнительно за степень MBA private equity фонда тоже не хотят, они хотят людей, которые будут пахать и убиваться. Соответственно, private equity фонды не очень любят брать ребят из MBA, но по крайней мере последние 15 лет, то, что мне рассказывали, и берут свеженьких. Можно пробиться, то есть находятся люди, кто пробивается в итоге, но тяжело, то есть реально MBA хорошая штука, чтобы в консалтинг попасть, после MBA в консалтинг берут, а вот в private equity фонды так себе. Можно, конечно, попробовать какие-нибудь там, после Гарварда может быть могут взять, ну типа потому что Гарвард, все дела, и много ребят, кто уже фонды потом основывал свои, они Гарвард заканчивали, но в целом даже этот, кажется, не гарантирует, то есть MBA не всегда, не особо дорога в private equity фонды, вот в IB да, и в консалтинг да. Ну вот я со своей стороны могу сказать, у меня бы сейчас последний проект в NCIAD был с private equity фонды, с global partners, там половина людей из McKinsey, то есть они очень любят нанимать консультантов. это правда, меня хайрили несколько раз, ну я никуда не шел, но я ходил на интервью фонды как раз после того, как я поработал на многих проектах для private equity фондов в McKinsey, то есть если хотите перейти в private equity, то лучше пойти работать в консалтинг, набраться там несколько лет опыта в private equity проектов и потом идти хайриться, так берут, да, либо investment banking, то же самое, несколько лет investment banking, но не слишком много, дорастете до VP, уже тяжело перекатиться будет. то есть буквально два года в инвестбанке и переходить в private equity. Окей, так, значит, про private equity и инвестбанке поговорили, что еще про рекрутинг здесь может быть полезного? Ты, значит, рассказала про то, как пишут себе мотивационные письма, что есть всякие карьерные коучи, даже два вида, и что в феврале вы начинаете готовиться в консалтинге активно. Вот что школа делает, чтобы вам помочь пройти интервью в консалтинге? Я бы не сказала так, что школа что-то для вас делает. Вот здесь все-таки как бы все MBA должны, надо какую-то свою активность проявлять, но процесс именно наборов консалтинг, поскольку инициатива это консалтинг школа, как мы говорим, он очень формализирован. Здесь вам не надо ни о чем думать, то есть вот все, что вы сделали до этого, то есть карьер коуч, все ваши CV, резюме, у нас был курс с другим еще карьер коуч, где вам давали mock interview, personal fit interview с третьим карьер коучем, плюс всякий там CV group, плюс consulting club, я сама была вице-президентом консалтинг-клуба, то есть у нас были всяческие инициативы, мы коннектили спонсор ребят с теми, кто тренировался, чтобы они могли как бы получить именно какой-то более, скажем, более valuable feedback, чем когда два новичка. То есть мы активно сотрудничаем с McKinsey и BCG, BCG официальный спонсор консалтингового клуба в Институте, мы делали в Кейс Компетитинг, которые, соответственно, консалтинговые компании, они смотрят все эти компетитин, пытаются высмотреть Тайланды. Я бы сказала, что консалтинговые компании не надо помогать, в школе не надо помогать с консалтингом, то есть консалтинговые компании, они очень активно охотились за выпускниками сами, то есть нас закидывали с первого дня активно MBB, закидывали все просто, у нас было две fellowship программы для женщин, которые, я сама была Bain MBA fellow, Women Lead to Inspire, то есть у меня был Mentorist Bain, с которым мы общались раз в две недели на протяжении всего моего времени в Инсиаде после рекрутинга, мы с ней останемся в контакте, была программа для BCG, были кучи ивентов всяких мастей, то есть от Dain Consulting, Consulting Tools и так далее, но, скажем, не увидеть и не услышать консалтинговой компании было невозможно, это было просто огромной спам информации. Но как выделиться среди вот этого всего? Есть какие-то еще дополнительные активности, чтобы дифференцироваться студентам? Или в принципе можно сказать, что практически все, кто заинтересован консалтингом, из Инсиада в консалтинг и попадает, там не нужно особо никакой дифференциации? Может и такое быть? Ну, конечно, когда участвуешь в всяких воркшопах или там, скажем, если компания устраивает mock case workshop и ты себя хорошо покажешь, тебе поставят плюсик на файле. То есть это один способ дифференцироваться. Второй способ это участвовать во всяческих competitions, там, я не знаю, играх и всем прочим, что устраивается. Для женщин обязательно подаваться на fellowship programs, потому что это очень круто. с третьей стороны, если у вас нормальное, хорошо сделанное CV и разумное cover letter, то шансы получить интервью, они очень большие. Я получила интервью из пяти strategy consulting firms, со мной не захотела общаться только к Санчу. Интересно. Они, правда, никогда не говорят. Почему? Возможно, если они видят, что у тебя высокий шанс в других компаниях и нету какого-то специального фита для них, они просто риджектуют, чтобы не тратить свое время. А ты пойдешь к ним потренироваться и пойдешь куда-то еще. Так бизнес-школы некоторые делают, когда видят, что человек с сильным профайлом к ним приходит, и они риджектнут его, чтобы он местных не занимал. Так же примерно и, видите, поступает. Окей. Расскажи про процесс отбора. Вот как раз здесь вопрос был в самом начале, который давно уже ждет своего часа. проходил ли ты полный отбор в McKinsey, писал ли ты Digital Assessment, например, или тебе его скостили, потому что инсиат? Что такое Digital Assessment? Окей, значит, не писала. У тебя сразу было интервью, да? После того, как ты прошла скрининг, я имею в виду. В McKinsey конкретно? Да, в McKinsey. В McKinsey я была Target Hire, поэтому со мной связывались до того, как я поступала. То есть они как бы заранее, у нас есть CV-бук, который составляется, соответственно, когда вы начинаете, он открыт для всех компаний и очень со мной многими ребятами связываются несколько компаний, когда ваше себе интересно еще заранее. То есть они как бы стараются привлекать. Для McKinsey я разговаривала еще до интервью с ними, поэтому я была уверена, что я пройду скрининг. Потом мы играли в игру Imbiless, которая новая у них есть. А, ну это есть Digital Assessment, да. То есть ты его проходила, получается? Да. Я не знаю, влияет ли оно на что-то, но если вы когда-то играли в какие-то компьютерные игры, то я не думаю, что там есть что-то. Да, интересно. Да, про эту игру я еще там целое видео снял. Тут просто вопрос был, нужно, проходит ли ребята с Enseada эту игру или нет. Окей, ответ, что проходит, но как она влияет непонятно, и ты спокойно прошла. Да, она несложная. А у тебя не было имейла типа you have successfully passed the digital assessment? Такого не было, просто сразу говорят, пойдем на интервью. Нет, не было такого имейла, просто игра заканчивается, и потом вас приглашают, ну там через какое-то время вас приглашают на интервью. Окей, да, возможно, они не особо используют ее для отбора, именно ребят с Enseada только собирают типа данные, чтобы потом как называется, фильтровать других чуваков. Окей, а интервью у тебя были, ну, видимо, более-менее стандартные, типа два раунда по два-три интервью. да, у нас было два раунда, первый раунд был не с офисом моего выбора, первый раунд был с Enseada Alums из McKinsey, одна у меня была интервьюер из Бразилии, вторая была из Германии, очень все стандартно, как бы McKinsey из всех консалтинговых компаний, а я интервьюировалась со всеми, у них был самый стандартный как бы процесс, просто интервью, потом уже на втором раунде у меня было два партнера, звонок в тот же день, ничего из ряда вон выходящего. И это было по видеоконференции все? Все по видео. Было ли что-то сложное, на твой взгляд, в отборе, на что ты обратила внимание? Или, в принципе, все, к чему ты и так была готова, ничего тебя не удивило? Я бы сказала три вещи. То есть, первое, мы все недооценили, насколько это стрессфол, когда это все происходит на протяжении двух недель, у тебя каждый день интервью, два интервью в день, и это просто очень морально выматывает. Я работала в консалтинге, я думала, а, ладно, ребята, что мне рассказывать, я под 14 часов работала. Ну, окей, нет. Это просто морально очень тяжело, и на это выражается физически. Второе, как бы с кейсами тут вообще было абсолютно рандомно. Кто-то готовился по полгода, кто-то готовился две недели, и те получали контракты, никакой нет абсолютной корреляции в моем опыте. Третье, если у вас есть возможность выбирать время интервью, выбирать время интервью, вы наиболее живой, потому что у меня было одно интервью в 8 утра, мне пришлось его перенести, потому что у меня как бы был associate partner, и как бы мне хотелось его быть вежливой, это было плохое решение. Говорите вежливо, нет, у вас overlapping scheduling issues, вот такие инсайты. Понятно. Ты говоришь, что McKinsey был самый стандартный отбор, а какой был отбор у других компаний, чем он отличался, что там было интересного? Ну вот финальное интервью Strategy End, там, например, один партнер вообще не делал кейс, он сказал, что его вообще просто не интересует считать количество бутылок в определенной стране, давай просто поговорим. BCG, я тоже не делала кейсы финальных интервью, то есть я делала из трех финальных интервью, я делала BCG один кейс, и тот, у нас было там 5 минут, он такой, ну давай быстренько сейчас на exhibit посмотрим, так мне примерно скажешь, что ты из него понимаешь, а остальные два просто как бы довольно нестандартные вопросы, и как бы поговорить, ну то есть партнеры делают вообще, что хотят, по сути. Ну то есть вопросы все были на поговорить о жизни, и что-то больше такое близко к фиту, чем на анальство провинсовинга? Партнеры, да, на первом раунде все все очень стараются делать по книжке, очень разный фидбэк всегда, потому что иногда, например, как бы кажется, что ты прошел офигенное интервью, и тебе говорят, ой, нет, или не прощают какую-то маленькую ошибку, и на другие интервьюеры, ты там, не знаю, свалился на математике, как бы тебе, ну, я не знаю, сделал какую-то глупую ошибку абсолютно, и думаешь, ну, все, как бы это было просто ужасно, и фидбэк, что, ну, все, замечательно, то есть очень от человека зависит. Да, это субъективная штука, это правда. Какое интервью, в какую компанию тебе показалось самым сложным? Я бы даже не знаю, они, честно говоря, все были одинаковой сложности, я бы не сказала, что какой-то был более сложный. В Bain у меня кейсы были более сложные, меня спрашивали там какие-то аккаунтинговые термины, там, ratio, ROC, расскажи мне, что идет working capital, но что в обычных интервью не спрашивают. То есть предполагалось, что ты это знаешь? Ну, да. И ты не могла сказать, я это не знаю, что это такое, расскажите. Ну, да, и получается, они были, как бы, как сказать, другие, может быть, это было конкретно офис-специфик, или персон-специфик, или персон-специфик, но кейс был, скажем, очень много надо было именно специфик-нолледж. Обычно в остальных всех интервью никакие специфик-нолледж тебе не надо, то есть твоего здравого смысла хватает. Вопрос от Андрея тут. Как ты справлялась со стрессом? Никак. Никто не справлялся. Просто сидела и стрессовала. черт, я все задолбала, ненавижу эти интервью. Или как-то по-другому. Ну, как бы, если шутки в сторону, здесь вот как раз помогает очень Network, потому что ты в СИАДе, здесь все проходят через все вместе, именно люди, твои друзья, с которыми ты был через все эти ужасные первые два периода связи, и дружба формируется очень быстро. И без вот этой Support Network очень сложно, без нее было бы никак. То есть все друг друга держали за руку, все друг друга подбадривали, все там каждый, если останется время, я могу показать, у нас в Сингапуре на кампусе есть такой подарок от Alumni 2018 года. Это такой гонг, он называется Ding Gong, он стоит в баре, в кафетерии, и на нем написано, что человек, который получил деньг, то есть который отказ от компании, он может ударить в этот гонг, и кто-то ему должен купить пиво. Ну, вот так вот, так что поддержка друг друга. Ну, плюс перед интервью как бы медитация помогает, там какая-то рутина своя, когда у тебя есть ритуал, потому что если ты делаешь это две недели каждый день, тебе надо быть как бы как спортсмену, проходить через ритуал. Выпил кофе, медитировал, я не знаю, там сделал джампинг-джек какие-то, чтобы поднять свое сердцебиение и вперед. В общем, в NCI это тяжело быть интровертом, видимо. Я бы не сказала, что тяжело. У нас много есть экстраверты, интроверты, очень много вначале было упора на то, как правильно с друг другом работать. И в том, что я на курсах, и на нашем как бы PLDP coach, и в нашем organizational behavioral course это было очень важно. У нас много ребят, кто интроверты. Ну, прикольно. Так, с этим понятно. Ну, вроде бы все. Мне кажется, что у меня эти вопросы закончились. Я хочу посмотреть, может быть, еще у ребят есть вопросы. И сейчас самое время как раз их позадавать. У нас есть еще минут 10, наверное. И вот мы как раз Соню еще чуток помучаем с какими-то деталями, может быть. Кажется, что основные вещи все покрыли. Конечно. Мы сейчас можем выключить уже запись и ты можешь показать.